Вдохновение 2018. Под таким названием в Люберецком краеведческом музее открылась традиционная весенняя выставка. В ней представлены почти 500 картин. Их написали школьники из 30 общеобразовательных учреждений округа. Эту картину нарисовал мой сын. Он ее закончил совсем недавно, долго над ней работал. Что это? Расскажите. Праздничное гуляние, купальская ночь, я так понимаю. Эту и несколько других картин написал сын Натальи Евдокимовой. Сегодня мама талантливого Ярослава пришла посмотреть на творение своего ребенка. Всего выставка вдохновения собрала почти 500 работ от 338 люберецких школьников. В финал вышли картины из 30 образовательных учреждений. Возраст участников от 7 до 18 лет. Конкурс проходил в несколько этапов. Первый этап отборочный на базе образовательного организации. Лучшие работы были представлены на отборочный тур во дворец детского и юношеского творчества. И здесь находятся работы тех победителей, которые прошли отборочный тур. Художественное творчество юных талантов члены жюри оценят по четырем номинациям. Человек, сознание, планета и будущее. Это пейзажи, абстрактные картины, натюрморты и портреты. Сложно поверить, но способности к рисованию имеет каждый ребенок. Главное вызвать к этому интерес. Из-за студии это коллектив. И педагог является организатором этого коллектива. Если будет сотворчество педагога и родителей, а также детей, то появляется интерес у каждого ребенка. Развивает интеллект. Интеллект находится на кончиках пальцев. Самое главное ребенка научить не смотреть кругом, а видеть. Увидеть работы юных талантов можно до 5 апреля в Краеведческом музее. Победителей конкурса определят не только в номинациях, но и в нескольких возрастных категориях. Именно лучших объявят в день закрытия выставки. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.